Добро пожаловать в первый урок курса скорость на футворке. Итак, первый урок, самый основной, как мне кажется, вообще любой темы, касающейся, если мы говорим о футворке, это посадка. То, как мы сидим, то, как мы вообще начинаем двигаться, на мой взгляд, это самое главное, и пренебрегать этим ни в коем случае нельзя. Все мы знаем, что вначале мы сидим на носочках, спину по возможности держим прямо, руки мы ставим сзади себя на костяшки. Ребята, которые только недавно начинают танцевать, еще не так уверены в этом, можете ставить полную руку, но, ребят, все равно я вам советую, начинайте переходить как можно раньше на именно вот эту посадку, потому что это дополнительный прирост к высоте, и в дальнейшем вы поймете, чем именно вот такая постановка рук будет эффективнее, когда мы перейдем непосредственно к упражнениям на скорость. Посадка, в принципе, несложная, если вы можете держать равновесие так, старайтесь держать спину как можно больше прямее, то есть откидывайтесь назад, тут сбоку пока что было видно, чтобы не было вот так, как бы вроде бы вы сидите на носочках, но при этом, да, чуть-чуть корпус... Корпус сдавлен вперед, вот эта посадка. Как это тренировать? Лично мой метод, вы вводите себя специально в положение неустойчивости, то есть вы пробуете отклоняться назад, максимально вперед, назад, вперед, и держать равновесие. Таким образом, вы повышаете контроль и закачиваете ноги на эту стойку. Далее, выставляем одну ногу, держим так равновесие, затем поднимаем, держим прямо. Если и это вам удается без особого труда, пробуйте, опять же, дестабилизировать себя, то есть отклонять, вращать. То же самое на другую ногу. Подняли в сторону. Бам! Согнули, покрутили и так далее. Если у вас выработался контроль, значит, вы повысили свой скилл, именно прокачали свою стойку. То же самое пробуем сделать, когда нога у нас сзади. То есть отводим ногу назад, при этом, да, естественное равновесие нам диктует, чтобы корпус сместился вперед. Дальше, когда мы будем проходить следующие уроки, на определенных движениях, вы поймете, когда это будет пригождаться. То есть если у вас подсечка уходит назад, сразу понимаете, что, да, корпус должен уходить вперед. Всегда на носке. Окей. Теперь переходим непосредственно к движениям. Следим, чтобы после каждого шага, степа, кика и так далее, нога приходила четко под себя, на носок, упор. Вот пятка под попой. Например, если я сижу вот в позиции кик-аут, четко носок, сижу на пятке, да. Раз и обратно ставил. А раз, внимательно поджимаю, опираюсь. Смена обязательно также через носок. Кик, носок. То же самое, допустим, 6 шагов. Под себя шаг. Заметьте, так же на хуке никуда я не перехожу. Спина прямая. Нога на носке. Носок, носок. И каждый раз слежу, чтобы вот у меня. Тело открыто. Опора носки. Три степ. Раз, два, три. Раз, два, три. Специально выполняю, не быстро, чтобы сакцентировать внимание именно на этом моменте, когда я убираю ногу. Теперь попробуем с более динамичного движения, такого как ту степ, где мы выполняем его гораздо быстрее, чем три степ тот же, например. И так же у нас нога приземляется с высокого положения. Я делаю свип, замах и бам. Слежу, чтобы так же, хоть и гораздо быстрее скорость, но нога так же приземляется на носок. Смена. И снова. Свип. Свип. Бам. Каждый раз. Также выполняем аккуратно. Опять же, сказал, что это быстрее. Не боимся. Но, ребят, это такое, как бы, что лучше сделать раз сто сейчас, чем потом выучить неправильно и к этому возвращаться. Теперь руки. Как я уже сказал в начале, мы сидим прямо. Руки обычно у нас чаще всего стоят сзади. Сзади, сзади себя. Вот. Пам. Пам. В зависимости от того, какое движение вы выполняете, руки берут на себя какую-то часть веса вашего тела. Да, то есть, если я делаю кик, то я уже на ногу опираюсь не так сильно и больше беру на руку вес. Также, эта нога, на которой я до этого сидел и полностью себя держал, уже часть веса передает на руку. Я выполняю. Раз, два. Раз, два. Чтобы это больше почувствовать, попробуйте с киком чуть-чуть больше себя поднять. И тогда вы реально ощутите, что вы реально встаете на руку всем своим весом. Да, то есть, о чем я говорю. Да, то есть, я прям задерживаюсь и зависаю. В этот момент вы прям чувствуете, как ваша рука включается. Когда у вас ноги уходят назад, соответственно, руки берут еще больше веса на себя, чтобы ноги сзади облегчились и выполняли шаги быстрее. То есть, да, я говорю, а вот об этой позиции. Ноги у нас согнуты, спина параллельно полу. То есть, получается так. Раз, два, три. Пам. И в этой позиции. Тело еще больше смещаю вперед, руки берут на себя еще больше веса, и ноги уже облегченные, двигаются в любых направлениях, в которых я их пускаю. Теперь я хотел бы поговорить о ситуациях, когда нога стоит на полной ступне, и руку ставим на полную кисть. То есть, поверьте мне, хоть я вначале сказал, что основа это вот носок и костяшки, но у каждого танцора, у меня в том числе, бывают такие моменты и ситуации, когда я ставлю ногу на полную ступню и также руку на полную кисть. От чего это зависит? Это зависит в первую очередь от специфики этого движения, то, что вы делаете в данный момент. Например, бывают движения, когда вам нужно гораздо сильнее откинуться назад, именно руками, не ногами, а именно руками, да? То есть, вот такое положение. Что это может быть? То есть, это могут быть какие-то косички, какие-то здесь замки и так далее. То есть, здесь мне надо еще больше взять веса и на ноги, и на руки. Можно попробовать сделать это так, но для этого нужно потратить сначала какое-то время на тренировку. Теперь, когда я точно ставлю руку на кисть, это если у меня перед этим было движение какое-то прыжковое или какое-то взрывное, как так называемый blow-up на футворке. Кстати, это будет в моем курсе по креативности в футворке. Например, если я делаю какого-то прыжка, мне чисто инстинктивно будет страшно ставить руку вот так, потому что я прям чувствую, что сейчас динамика гораздо выше, чем при обычной моей скорости. И я так или иначе ставлю руку на полную кисть. Например, все знают такой вариант, когда вы пробуете делать кик-аут с противоположной рукой. Не с этой, а с этой. Так или иначе, видите, здесь я чувствую, что это, во-первых, мне неудобная рука, а во-первых, я ее ставлю быстрее, чтобы успеть, поэтому я инстинктивно ставлю ее на полную кисть. Раз, два, развивая свой стиль и больше его исследуя, вы найдете такие же движения у себя. Домашнее задание к этому уроку будет такое. Вам надо показать, как вы научились следить за посадкой не только после футворка, но я прошу вас сделать это и после каких-то движений трикса, пауэр мува, транзишенов и так далее. То есть о чем я говорю? Например, если я сделал какой-то там выход и оказался в черепахе, то после выхода обязательно следим за посадкой, о которой я говорил, да? То есть вот, если я выхожу с позиции, я бам, вот посадка. То же самое попробуйте сделать с чего-то простого, то есть с бэкспина, да? Когда вы выпрыгиваете и выходите в хорошую посадку, которая даст вам возможность быстро двигаться дальше. То же самое с какого-нибудь фреза. С какого-нибудь разворота, со стойки, когда вы приземляетесь, ставите ноги с локтей и так далее. А второе, постарайтесь найти у себя движение, где вы чувствуете, что вам надо поставить кисть на полную ладонь. И то же самое, где вы задействуете свою ступню именно полностью. Опять же говорю, исследуйте свой брейк. Может быть, в процессе обучения этого урока вы такие движения у себя найдете. Продолжение следует...